Девчонки и мальчишки, делюсь с вами радостью. Я просто плачу уже от счастья. Это переизбытка чувств. Слава Богу, мы снеслись. Вот, видите, одно яичко вышло полноценное, второе, вот, видимо, лопнуло в процессе. Но это меня радует. Всё, слава Богу. Ребёнок разродился, и теперь уже можно так не переживать и не волноваться. Спасибо всем, кто меня поддерживает морально, кто молился за зефирочку. Потому что я реально, меня тут с Гошей ещё никак не успокоюсь. За неё, блин, душа болит. И я просто плачу от радости. Ну, яичко, которое годное, я сейчас приберу в инкубатор. Хотя не факт, конечно, что после всех манипуляция будет живым. Мне главное, что она живая. Сейчас я сразу пишусь герпетологу, потому что мы с ней общались ещё 20 минут назад. И уже обсуждали прокол яиц через брюшную стенку, если не помогут уколы. Ну, слава Богу, все ваши молитвы и мои были услышаны хотя бы по отношению к зефирке. Теперь следующим этапом будет её восстановление. Так как у неё там оплодотворение произошло, будут зереть ещё яйца. Я сейчас её допою растворчиком питательным. И оставлю в покое опять-таки до завтра, пока больше ничего делать не буду. А завтра предложу уже покушать. Она должна немножко прийти в себя, и я надеюсь, что она начнёт есть. И произошло это уже вот после полуночи. Это сейчас получается уже 21 февраля 24-го года. Теперь малышка вот выглядит сдувшейся, но там в брюшечке ещё сформировавшиеся яички. Ей необходимо откормиться до, так сказать, вызревания их, до следующего заезда. Вот, видно ещё яичко, вот оно, вот здесь, под вот этим моим пальцем. Видите, да, вот пятно розоватое. И там ещё формируется. Поэтому, фух, слава богу, инъекции помогли. И я думаю, что если кто-то столкнётся с такой проблемой, и, не дай бог, тоже не будет поблизости врача, может, каким-то макаром мои видео с уколами вам подскажут, как спасаться в такой ситуации. Но лучше, чтобы такие ситуации не возникали. Говоря, ещё риск не закончился. Она ещё слабая. И да, мне ещё за неё очень страшно. Но хотя бы теперь есть шанс выжить. И, ну, остаётся надеяться и верить. Теперь главное, чтобы она начинала окрипать, так сказать. Чтобы не стало резкого ухудшения по состоянию. Ну и, соответственно, чтобы она начала есть. Волочку вот этого яйца я отделила. Вот, не знаю, конечно, его, ну, грубо говоря, логичнее выкинуть, это яичко. Но я попробую, в инкубатор в сторонку положу, посмотрю. Если пропадёт за сутки, понятно, что выкину сразу. Понятно, что ещё таракана бесполезно предлагать. Но я хотя бы покажу. Ну-ка, солнце, глянь. Нет, у тебя ещё силёнок нет. Но я очень надеюсь, что муж на хоть к утру окрепнет. Потому что её это всё очень вымотало. Ой, надо теперь же как-то начать кушать. Ну, пока она даже не хочет на него смотреть. Ей это сейчас точно не в тему. Ну, теперь только ждать утра. И до работы я ещё с ней смогу пообщаться, так сказать. Встану пораньше и вот предлагаю ей. Ну, нет, она пока вот отворачивается, пытается спрятаться. Так что верну её в важную камеру и не буду доставать своими, так сказать, претензиями. Пока у меня будет гореть свеча в память о Гоше, как бы там ни было, но мне надо кормить птицеедов. Так что время летит, уже час ночи, хоть бы до трёх-четырёх одну партию откормить. Ну, а потом спать всем утра, просыпаться и так далее. Жизнь продолжается.